Приветствую друзья, врата в бездну пятая глава, часть уже третья, продолжаем это делать. У нас уже двое, два портала, то есть под контролем, мы подбираемся к третьему. Недавно захватили темно-зеленую базу и тут строим ратушу. На этом остановились в прошлой части, во второй. Ну и собственно сейчас будем тут развиваться и идти дальше. Метод у нас уже противодействия с защитником портала есть и поэтому... Поэтому не будем, как бы, что-нибудь изобретать еще и продолжать делать так же, как делали. Напомню, что стараюсь находиться вот в этой желтой зоне с низкими расходами, то есть чтобы лимитом было не слишком много, это позволяет экономить ресурсы и это важно, потому что они могут истощиться. Нападать на фиолетовую базу не стоит. Правильно говорит Нага, не стоит туда нападать, это глупость. Там почему-то очень-очень много защитников и, ну, если пытаться, не будучи великим и могучим игроком в WoW и в Warcraft туда нападать, то мы можем просто растратить все ресурсы и в итоге уйти ни с чем. Кто станет моей жертвой? Наши двое исполнится. Всяких демонологов тут сейчас и забьем. Полезное у них все заберем. Дядя Реданан могуч, красив. Кельтаз умен и так далее. Сладко-голосая наша сирена. Рассказал нам о ваших подвигах. Так, чувак, капюшон хитростем. Во имя владыки Иллидана. Где демоны? Не знаю, что я выкладываю пояс. По большому счету. Стоило наручи выложить бы. Довольно-таки бестолковые. По большому. Счет, нет ни одного героя, кто был бы силачом. Счета 250 здоровья. Если она дает, то хорошо. А то меньше. Это 150. Да, под 25 за единицу силы. 250 дает все здоровье. Но все же лучше, чем медаль кастинга жизни. Потому что не просто запас здоровья есть, а еще и силы от силы регион больше. Поэтому... Кровь и пламя. 3x в кубе плюс константа. Ну, чего теперь? Вот так. Сильно много работ. Посчитал. Сильно многое надо их уменьшить количество. Чем могу помочь? Тоже. Бесполезный товарищ. Тебе довольно крепенько. Нормально. Мы сделали снов. Это оно. Ну и, собственно, теперь нам остается побить защитников портала. Настроить кучу башен. Ну и сделать то, что мы должны были. Не то, что мы все, но кое-что да. Особой интриги, наверное, уже и нет. Но все-таки немножко отличается тех, кто выламывается на защиту порталов. Поэтому давайте посмотрим. Как именно все было, как мы будем решать этот ребус. Наши защитники, наши союзники ломятся все время на фиолетовую базу, там разбиваются об нее. Силами идут незначительными. Конечно. Че-то мне туда нападать не хочется. Я разок-другой попробовал и понял, что это затея не лучше. Конечно. Как пожелаешь. Приступаю. Сети расставлены. Кто станет моей жертвой? Уже в пути. Великолепно. С удовольствием. Да будет так. С удовольствием. Я теряю терпение. Они не особо что делают. Выжигают мана, поэтому... Колдуны поддержки. Нага и адепт страдают от этого дела. Я его мы ждем. Я императрицу. В бочке. Че-то должно быть хорошее. Сейчас проверим. Когти 12. Да, где я такое? Вот. Дрюней провидицы. Это класс. Самый нужный. Из нейтралов. Я теряю терпение. Великолепно. Я слеп, но не глух. Кстати, не забываем о том, что у нас есть артефакт. Вот тот пояс, который кельтаса вам дает ауру бриллиантовую. И все наши союзники быстрее восстанавливают ману. Это добро. Смел заговорить со мной. Я живу для того, чтобы мстить. Я теряю терпение. Все равно, что дедушка маг с вами ездил. Я слеп, но не глух. Нет, нет, нет. Все не так. Дай я сделаю. Я туп, но не туп. О, боже. Кто вообще одобрил этот план? Смотри. Я не смотри. И тут как-то надо так стать, чтобы не мешать постройке. Конечно, смешно все выглядит. Что можно взять после портала? Кучу всего настроить. И потом остается только наблюдать, как будут противодействовать этому. В чертежах этого не было. Я теряю терпение. Я следую твоему приказу. Делал надо. Да, вообще-то, стоило бы пойти защитить, но я вот смотрю, что сейчас наши зеленые союзнички Акама идут, собственно, через нашу базу и, наверное, помогут. Помогут, помогут нам. По-моему, мы успели долететь сюда. Я живу для того, чтобы имя Асшары. Да, было бы их побольше, было бы нам сложнее, но так как их тут совсем чуть-чуть нападают, в принципе. Я даже по большому счету особо на защиту как-то немножко наплевательски. наплевал. Ищу, где можно еще приткнуть башенку. Чем больше их будет, тем будет лучше. Ну что, толпа ломится значительно, скажем так. Что ж, начальник всегда пойдет сделано в чертежах этого не было. Я чувствую нечто сделано неуловимое. То есть проверять может что-то не улучшенное осталось на лесопилке, или еще где. По сути, все упирается на данный момент. Корость по стройке башен. И у нас уж их достаточно. Почти все, что хотели, соорудили. Смешно бегает Мурлокин. Одно их присутствие уже радует. Посмотришь, как-то веселее становится. Кто-то ж придумал такое, человек рыбий. Это жесть просто. Ну, вроде бы и нагида, рыболюди. Но посмотришь на Мурлоков. Разница есть. Большая. Так, пытаюсь как-то тут изобразить правильную расстановку войск. Как бы это сделать? Пора в путь. Получше. На что жалуетесь? Повинуюсь. Слушаю. Жалуемся на недостаточное количество лайков под видосом. Вот что. Поэтому выше. Потыкайте, пожалуйста, царский сый. Как пожелаешь. Как прикажешь. Улучшение завершено. Тут безопасно. Нужен совет почти того, что старца. Я чувствую нечто неуловимое. Если кто-то не заварил чай, обязательно сделайте это в следующий раз. Просмотрим. Помогает. Рекомендую. Так, ну что. Последние проверки. Вроде бы все у нас почти готово. Можно еще было бы немножко башен тут понатыкать. Но мы что-то думаем, что и так. Все должно получиться хорошо. Кто-нибудь ранен? Набафать бы всех. Присупают. Пожалуй, неплохая идея. Повинуюсь. Конечно. Приступаю. Как пожелаешь. Конечно. Приступаю. Повинуюсь. Так, хорошо. Я пою песню. Маски Ху. Юнга. И на суше. И на море. Кто посмел заговорить со мной? Повинуюсь. Уже пора. Делать дзлок. Поехали инферналы повыскакивали. Не знаю, может торнадо запустить. Бьет ли он свои здания туда? Я не уверен, что это хорошая идея. Если бьет, то плохо. На инферналов не действует, конечно. Торнадо. Но кого-то, может, и затянет. Кого-то, может, и подбросит. Похоже на здоровенных этих демонов тоже не действует. Ну и ладно. Вон какой-то одинокий собачонок летает. Адская гонча. Если собачку увеличить значительно, так она и на собаку не похожа. Вообще никак. Черепахи так прикольно. Тими камнями стреляют. Кажется, что из какой-то здоровенной пушки дали снарядом. Круглый каменец прилетает. Выглядит опасно. Держимся нормально еще минуту тридцать. Но тут вылетела целая куча драконов. Выставить ли башни, Сергей? Их вроде немало, но тем не менее, как у нас тоже куча. Толпа. Черт, подери. Может, и не выйти. Но я все-таки верю, как все получится. Надеюсь, скажем так. И дотекание даже не делаем. Вообще, наверное, стоило бы. Кстати, лекаря еще можно было купить, а я что-то об этом забыл. Ну, уже просто. Тридцать секунд. Тут прям толпа этих демонов. То есть, Инферналов вырвалась просто куча. По большому счету, они легко должны смести эти ледоны просто. Сейчас на него фокус. Мы сделали, и все. На 15 секунд мы держимся. Сумел подлечить. Помирает Вайш. Пытаюсь это сделать. Надеюсь, просто, что... Ну, конечно, 4 секунды мы тут выстоим. Ну, посмотри, сколько я тут. Это совсем не то, что было. В прошлый раз. Я теряю терпение. Вот. Тут намного больше. Откройте порталы. То есть, мы выполняем третью задачу. Здесь будем сохраняться, ребят. Всем спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если этого не сделали. Если вам нравится. И до следующей встречи. В следующем ролике будем продолжать. Хорошего дня. А я пошел новый ролик записывать. Всем пока. Обнимаю вас.